здравствуйте дорогие мои подписчики сегодня я расскажу вам о реалиях жизни иммигрантов англии скажем так у меня не совсем стандартная ситуация я ехала в англию именно с тем настроем что у меня будет жизни сложная что мне придется пахать очень много и долго и усердно зарабатывать свою копеечку и в принципе стараться наслаждаться своей жизнью по выходным так как нам всем это представляется особенно русским которые не пишут но и чего ты добилась и что-то там в этой англии как иммигрантка увидела поверьте мне я увидела очень много и могу сказать от себя лично интересная жизнь в иммиграции вполне возможно если пинать себя как-то двигаться дальше куда-то ходить что-то новое узнавать развиваться и общаться с обычным народом и с необычным народом об этом сегодня мой ролик и так я уже рассказывала вам про дом моего брата когда я приехала к нему уже на пмж жить и учиться в школе английского языка я очень много помогала ему по дому красила клеила обои закупали мы с ним мебель тоже ездили и так какие-то мелкие дела выполняла его задание потому что он уходил на работу я уезжала на курс английского языка и в конце дня приезжала он еще не возвращался с работы мне что-то надо было делать ходила по магазинам что-то покупала продукты и какие-то инструменты для ремонта помимо этого там сажала деревья кустарники ухаживала за ними поливала там какие-то цветочки сажала в общем создавала уют в доме так скажем и по выходным мы с ним выезжали куда-то либо в какой-то другой город либо по магазинам ездили что-то подкупали либо ну не знаю там ходила с друзьями очень редко общалась на тот момент у меня была одна подруга насти про которую я вам уже рассказывала смотрите в этом ролике как-то так вот у меня жизнь задалась типичная жизнь иммигранта то есть ты что-то делаешь ты работаешь целыми сутками напролет в моем случае это были курс английского языка естественно потом ты приходишь домой что-то по дому быстренько делаешь и отдыхаешь и опять снова как бы на работу и так бесконечно как белка в колесе возня выходные конечно есть шанс куда-то выйти но после работы после напряженной трудовой недели все иммигранты стараются отлежаться отдохнуть чтобы снова выйти особенно если это тяжелый физический труд там строители те же самые какие-то ремонтные работы да и просто работать в пабе или в ресторане куда обычно устраиваются иммигранты это тоже очень такой тяжелый физический труд ты просто без ног валишься в конце дня потому что мало того что ты там что-то наливаешь убираешь ходишь разносишь собираешь там какие-то меню и так далее ты еще общаешься с людьми и это еще больший напряг в плане ты отдаешь какие-то свои эмоции но мало что забираешь потому что тебя это не насыщает потому что это работа а не просто какое-то ну как бы развлечение когда мы отдаем эмоции на каким на каких-то допустим мероприятиях мы впитываем обратно что-то узнаем что-то новое интересное и это нас подпитывает насыщает а когда ты просто отдаешь эмоции людям и приходишь в конце дня домой опустошенной это конечно очень тяжело я конечно искала такую работу на тот момент у меня была виза резидентская с десятью часами работы всего лишь в неделю такую работу на десять часов в неделю сложно было что-либо найти в итоге я как бы нигде не устроилась но можно сказать что я практически целыми днями отсутствовала в доме потому что я жила на стратфорде мой колледж находился на другом конце лондона то есть фуллами мне приходилось туда ездить полтора часа в одну сторону полтора часа обратно еще там пять часов я училась то есть восемь часов в день я отсутствовала в доме а потом приходила домой что-то готовила покушать и что-то там продолжала делать какой-то ремонт красить стены и я в принципе была довольна такой жизнью иммигранта все-таки периодически нам удавалось раз в месяц куда-то или выйти или съездить или встретиться с друзьями но так вот чтобы что-то новенькое узнавать да мы ходили в музей в те в которые все туристы ходят да мы там гуляли на трафальгарской площади ходили по каким-то паркам то есть обычную такую ordinary как это говорится обычную простую жизнь вели но потом я открыла для себя репортерство когда я вот я уже рассказывала попала на красную дорожку юбилея михаила горбачева который отмечал свое 80-летие в рояль альберт холли и увидела море международных звезд ну так вот случайно мне как раз подруга настя посоветовала стать видеографом компании my people которая в срочном порядке искала видеографа у них что-то там не срослось с их предыдущим и мне удалось попасть вот на такое значимое в принципе событие в лондоне после этого моя жизнь засияла абсолютно другими красками не знаю как это описать но в общем я нашла какой-то другой стиль жизни только первый год своей жизни когда я попала вот на эту красную дорожку и дальше стала продолжать работать с моей people мне давали какие-то задания я ходила их выполняла там два или три в месяц каких-то мероприятий я снимала после этого когда моя компания закрылась и я осталась на вольных хлебах так скажем у меня уже был вот этот вот годовой опыт и я поняла что это все можно делать самой я зарегистрировалась в первом своем агентстве и стала просить аккредитации на такие же события на которые я ходила от main people и мне их давали то есть я ходила все это снимала и отправляла все фотографии на сток на димотикс на тот момент у меня был что-то продавалась что-то нет но вот такие яркие красочные события мировые звезды что-то новое я всегда узнавала либо на выставках либо какие-то фэйшн шоу либо какие-то музей балет вот я ходила на русский балет в общем все как-то шло само собой и я как губка впитывала всю культуру не только русскую которой я в основном занималась в те года но и на английские мероприятия попадала и после этого я накопила уже такой опыт что мне было скучно сидеть дома потому что когда я приходила на мероприятие я да естественно там пока фотографируешь общаешься с людьми стоишь с кем-то разговариваешь теряешь эмоции но в то же время когда это мероприятие случается я впитывала все это и мне возвращалась двойная сила двойная энергия у меня прямо горели глаза и я была готова бежать куда угодно что-либо снимать лишь бы выйти из дома не сидеть дома не расслабляться да возможно у меня была очень супер насыщенная жизнь потому что помимо того что я училась я еще и работала уже на тот момент няне и там уборщицы и так далее и все свое свободное время несмотря на то что у меня была сильная усталость и я хотела отдохнуть выходные я выпинывала себя буквально из дома чтобы идти гулять узнавать что-то новое и впитывать новую информацию впитывать традиции культуру англии других национальностей очень много различных национальных праздников проходит практически каждые выходные на трафальгарской площади и я все это впитывала я все это узнавала и сейчас у меня стал настолько широкий кругозор что я просто счастлива что я прожила вот эти вот восемь лет вот такой насыщенной жизни в лондоне но к сожалению многие эмигранты так и остаются у себя в каких-то маленьких комнатушечках ходят там ночные клубы общаются с друзьями в пабах и абсолютно не узнают ту жизнь которая находится вот буквально за той дверью только выйди на улицу только ступи за порог и уже море возможности открывается для тебя с другой точки зрения не с точки зрения эмигранта с точки зрения жителя лондона англии конечно по самой англии я бы так не сказала только в лондоне все основные события проходят только в лондоне поэтому всем кто сейчас данный момент находится в эмиграции и живет жизнью обычного эмигранта который тупо ходит на работу с работы на работу с работы я рекомендую и советую ходите все-таки в лондон пусть просто в парк вы обязательно наткнетесь на какие-либо события мероприятия которых безграничное множество в лондоне конечно в английских городах поменьше но все равно выходные очень много проходит всяких событий на high street на главных улицах этих английских городов но в лондоне это просто я не знаю мягко для людей которые хотят как-то развлечься не ведите жизнь обычного эмигранта посещая раз в месяц ночной клуб и выходя по пятницам или субботам в паб нет выходите в центр лондона там очень много всего интересного о том какие мероприятия проходят в лондоне у меня есть ролики под названием топ-10 где я рассказываю какие вот в данный месяц там в мае либо в апреле либо вот в октябре будут проходить и примерно какие даты и где их можно найти поэтому если вы еще не подписаны подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить и найти нужную вам информацию потому что жить в лондоне обычной жизнью эмигранты не ходить в лондон не насыщаться его культурой традициями и какими-то событиями ну это очень печально эти же мероприятия дают вам какие-то случайные нечаянные контакты которые могут вывести вас на абсолютно другой уровень конечно в англии очень много делается через связи и чтобы найти эти связи надо выходить из дома пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч а